сегодня мы врываемся в новую часть фритюром потому что под прошлым видеороликом за очень короткое время вы смогли набрать нужное количество лайков мы прочитали все ваши комментарии и многие из вас писали о том чтобы мы закинули какие-нибудь жидкости или фрукты и овощи во фритюр именно поэтому ловите третью часть где мы закинем фрукты и овощи в кипящее масло ребята в этот раз мы решили добавить одну очень важную деталь под названием кляр если кто не знает это такая смесь который состоит из муки и яиц которые перемешиваются и в итоге в которой валют кинь там сосиски или кого-нибудь мясо и кидается во фритюр и получается очень вкусно ну а пока наши угли греются давайте его приготовим ням 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 так берем штук 10 яиц и разбиваем их в мисочку для нашей миски оказалось достаточно всего 7 яиц давайте их взбивать теперь засыпаем муку я точно все правильно делаю по моему ничего не смешивается так ну что мы кляр уже домешали давайте приступим к маслу ставим миску на угли и заливаем масло но пока наше масло разогревается я вам хочу кое о чем напомнить под этим видеороликом есть красная кнопочка подписаться я думаю вы про нее уже забыли потому что этот ролик для вас слишком интересный поэтому поставьте ролик на паузу прямо сейчас спуститесь вниз если эта кнопочка действительно горит красным цветом значит нужно на нее нажать сделать ее серой и также не забыть про кнопочку лайк она находится совсем рядом но если ты уже подписан на канал ты красавчик в интернете мы прочитали что средняя температура фритюра должна быть 150 градусов именно поэтому мы сегодня взяли термометр как видите температура на улице составляет 29 с половиной градусов опускаем термометр 152 6 175 наше масло более чем готово давайте нарежем фрукты и овощи ну а приготовим мы сегодня картошку банан огурец лимон даже лук и арбуз давайте нарежем все на кусочки какие сочные палочки настоящая картошка фри блин банан хрен разрежешь на самом деле ах кислятин овощи жесть знаете для арбузика у меня есть особенная вещь это вот такая специальная овощерезка по моему все плохо хотя нет смотри прикольно ребят у нас все готово давайте закидывать масло вы только гляньте какое сито для фритюр мы взяли на этот раз офигенная так опускаем картошечку одна у нас пока жарится так еще добавляем и еще выкладываем тихо 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 это похоже на курочку теперь огурчики отлично так как принцип приготовления у всех одинаковые я думаю мы сейчас остальное приготовим и будем уже пробовать ну что ребят мы все уже приготовили но как вы думаете что из этого арбуз что огурец что лимон лично я сам бы не узнал если бы мы не подписали все тарелки чтобы не запутаться мы написали на каждой тарелке вот такие вот символы которые обозначают овощ или фрукт но перед тем как мы будем с лёхой это пробовать я бы хотел разрезать и посмотреть как это выглядит внутри давайте например разрежем лук так ну лук здесь прожарился не до конца но выглядит аппетитно или например арбуз он здесь как будто какое-то сырое мясо внутри знаете ну вот так вот выглядит огурец так вот выглядит картошка я думаю вы не удивлены я думаю очень вкусный будет банан похож на картошку и лимончик что-то склизкое похожее на огурец ну чё ребят по классике я пробую не один а с лёхой давай завязай глаза сейчас посмотрим как легко он угадает вообще фрукты и овощи ну по запаху могу сказать что здесь непонятно что есть что вообще то есть нос можно не закрывать лёх ты готов я всегда готов открывай на вкус жареный хлеб но я думаю что это сам кляр вкуса не чувствую вообще я не знаю что это такое это что-то похожее на огурец потому что водянистые вроде бы отдает луком поэтому я думаю что это хотя это может быть и арбуз наверно тоже водянистый я не знаю не за мне почему-то кажется что арбуз был бы чуть-чуть сладкий поэтому он пускай это будет огурец так ну следующее давай вот что-то вот такое открывай рот открывай да я вообще без понятия что это просто вот какая-то склизкая субстанция внутри блин что-то напоминает вообще непонятно но пускай будет арбуз сразу скажу что это арбуз но вот что-то напоминает из детства арбуз и огурец одно и то же потому что ну просто безвкусно чуть-чуть жидкая ну на самом деле где-то восьмерочка из десяти я думаю что вы можете сделать себе попробовать это будет очень вкусно вам точно понравится давай сын гагерна чё это картошка честно говоря я не знаю что как будто ем хлеб просто хлеб чуть-чуть с водичкой я понял что это картошка по консистенции не это принципе нормально есть можно но если бы какой-то соус мне кажется зашло бы нормально но чё-то такое как-то суховатое скорее всего это картошка ну я бы не стал делать картошку в кляре потому что ну есть картошка фри поэтому без кляра она гораздо вкуснее и на самом деле очень вкусненько не знаю как сказать я бы не ел это что-то странное знаете потому что это лимон а во первых лимон потерял вот эту кислоту свою наполовину наверное если не больше но если вы какой-то гурман хотите чего-то новенького можете попробовать лимон в кляре ну я думаю что вам это не очень понравится готов как хрустит блин это очень вкусно кстати и как же это вкусненько это вообще прикольная тема мне кажется если бы она более хрустящая была она была бы еще вкуснее это лук я чувствую лук и он очень подходит прям к ляру очень подходит дорогие зрители это лук но я думаю что по вкусу сильно это не отличается от хлеба с луком но как выпендриться перед друзьями и приготовить лук в ляре под закусочку в это очень даже интересненько открывайся это шикарно я бы таких штук съел не знаю сотню наверное за раз это так напоминает банановое пюре в кляре что же это может быть под киношку самое то офигеть вкусно это банан ребят но это потрясающий вкус просто сладость просто радость это банан вы не представляете как это подходит друг другу кляр и банан это просто нечто советую всем попробуйте это реально вкуснейшая вещь ну что ребята результаты видели сами сегодня мы взяли те фрукты и овощи которые никогда в жизни не пробовали в кляре даже картошка все ее пробовали в фритюре но в кляре я ее никогда не видел и из этого всего нам лично с легкой понравились только банан и лук но банан это было просто что-то шедевральное очень вкусная сладенькая но просто конфетка я считаю что ролик был сегодня полезны потому что для себя мы сегодня открыли новые вкусы но если вам этот ролик понравился обязательно поставьте ему лайк подпишитесь внизу на канал не забывайте что мы для вас снимать только самые крутые интересные эксперименты и всем пока